Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание Межведомственной комиссии по вопросу реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Работа над ним идет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Современные комфортные общественные территории, скверы, парки, площади, зоны отдыха напрямую влияют на качество и образ жизни людей. Они меняют облик наших городов и станиц, делают их экономически привлекательнее. С 2019 года в крае благоустроено более 1300 пространств. Сегодня в работе еще 104 территории. Программа «Формирование комфортной городской среды» по инициативе главы государства продлена до 2030 года. Для Краснодарского края это возможность обустроить еще больше места для жизни и отдыха, подчеркнул Вениамин Кондратьев. О начале реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципальных образований в 2024 году, доложил Андрей Прошунин. Старт процессом дан в декабре 2023 года. Сейчас муниципальные контракты заключены по 57 общественным территориям из 104 запланированных. В их числе 95 общественных, 4 дворовые территории и 5 объектов Всероссийского конкурса создания лучших проектов комфортной городской среды. На эти цели из консолидированного бюджета направят почти 4,5 миллиарда рублей. Губернатор Кубани напомнил, что все основные работы должны быть завершены до 1 сентября, а зеленение не позднее 15 ноября. Важно, что в выборе территории люди всегда участвуют сами. С 15 марта стартует Всероссийское голосование за объекты для благоустройства в 2025 году. Уверен, что общественники, тосовцы, горожане и сельские жители активно проголосуют за пространство, которое выберут для преобразования, подчеркнул Вениамин Кондратьев.